Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел следующий вопрос. Совместимо ли вегетарианство с православием? Есть один нюанс, интересный, существенный. Итак, спросите сами у себя, какая мотивация моего вегетарианства? И тогда вы поймете, религиозный ваш вопрос или нет. Стоит его к нам вообще обращать или не стоит? Одно из апостольских правил говорит, что тот, кто не ест мясо по причине гнушения, тот, если клирик, отлучается от церкви, лишается сана. И мирянин тоже от церкви отлучается. Поэтому, если вы просто ведете здоровый образ жизни, не едите молочных продуктов каких-нибудь, мясных, да на здоровье. Главное, не превратите ЗОЖ в религию. Не поставите здоровый образ жизни на место Бога. Павел скажет, ну, у меня здоровье не выше Бога. Знаете, как проверить, выше или не выше? Если действительно это никак не дрожается на ваших взаимоотношениях с Господом Богом, вы как причащались, так и причащаетесь. Как творили дела любви, так и творите. И слава Богу. Но если все ваши разговоры, они начинаются и заканчиваются о том, как здорово жить по-вегетариански, с кем бы ты не встречался, с родителями, с друзьями, с подругами, то стоит задуматься, не слишком ли много в твоей голове этих мыслей. От избытка сердца, говорят, уста. Если ты только об этом и говоришь, то а где твой Бог? Не заполонили ли идеи вегетарианства твой душ настолько, что уже туда больше ничего не вмещается? Подумайте об этом. И если ты не ешь мясо, потому что это мерзко, это гнусно, это неприятно, как вообще такое может быть в нашем цивилизованном мире есть животных? Как вообще Господь мог такое попустить? Если Господь разрешил есть ною и его потомкам мясо, то это какой-то вообще неправильный Господь, не то, что там в других религиях. То мы видим здесь конкретный религиозный аспект и подпадение под действие одного из апостольских правил, подтвержденных другими соборами православной церкви. Так что нельзя не есть мясо по причине гнушения им. Будьте внимательны и осторожны. Что касается соблюдения поста. Пост без молитвы превращается в тот же самый здоровый образ жизни, в то же самое вегетарианство, в ту же самую диету. Если ты постишься без молитвы, то ты просто зоживец. Ты просто хороший парень, который следит за своим внешним видом, за своим здоровьем. Но не надо смешивать здесь тогда религию и твой образ жизни. Но если ты при этом молишься, ты увеличиваешь свою социальную нагрузку. Ты помогаешь большему количеству людей, нежели помогал до этого. Ты ходишь на большее количество богослужений, чем до этого. Ты чаще причащаешься. Вот это правильный баланс между здоровым образом жизни, диетой и постом. Аминь, братья. Следите за здоровьем, но не в ущерб духовной жизни. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо. 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 Спасибо.